Торговый центр «Панорама». И в будни и выходные здесь всегда многолюдно, особенно в гипермаркете «Магнит». Поэтому в первую очередь рабочая группа Роспотребнадзора и мэрия Черкеска направилась туда. Проверяющие попросили предоставить им журнал измерения температуры сотрудников. Перед началом каждой смены представители торговых объектов должны проводить так называемый входной фильтр. Если у кого-то повышенная температура, что вы делаете? Они идут домой и что? Им уже давно сказали, как-никак вторая волна. Если больной, они звонят. Каждые стеллажки, методы по отделам, свои группы. Они звонят, говорят, температура. Пока они проверят, они не приходят. То есть тест на коронавирус потом и потом только на работу выходят, правильно? Да. Кроме того, работодатель должен обеспечить персонал масками, перчатками и антисептиками. Средства индивидуальной защиты нужно менять раз в два часа. Впрочем, мы не увидели в торговом зале сотрудников без масок, а вот покупателей было предостаточно. Это несмотря на то, что при входе лежали коробочки с бесплатными средствами индивидуальной защиты. Да нет, это не жаль. Не хотите такую маску? Да уж с машины пойду воду. Почему вы без масок? Я только что из стоматолога забыла уже. Да почему вы без маски? Нет. Забыли? Честно. Вот так. Я извиняюсь, но честно забыла. Знаете, что могут вас не обслужить на кассе, если без маски подойдут? Нет, я больше не буду. Я больше не исправлюсь. Честное слово. Скажите, пожалуйста, почему вы без маски? А у меня маска в сумке. Забыли? Нет, она у меня с собой. У меня там их несколько в сумке. Я просто положила в это. А вы знаете, что могут не обслужить на кассе, если вдруг вы без маски? Ну, значит, верну товар, пойду возьму маску. Мы предлагаем брать у нас бесплатные маски. Предлагаем, объясняя тем, что это и ваше здоровье, и здоровье сотрудников. Но многие люди отказываются, говорят, маска нас не спасает. Ну, при этом всем, что сотрудников, ну, мы стараемся таких покупателей не обслуживать. Поэтому зачастую у нас бывают конфликтные ситуации по этому поводу. Сотрудники Роспотребнадзора пояснили, что продавец магазина вправе не обслуживать клиента, если тот отказывается надевать маску. Установленные требования одинаковы для всех. Но, конечно же, в основном, вся ответственность за несоблюдение противоэпидемиологических мер ложится на плечи предпринимателей. В таких случаях хозяева торговых объектов могут получить штраф. Сотрудники Роспотребнадзора напомнили и о том, что необходимо также и несколько раз в день обрабатывать все поверхности дезинфицирующими средствами. Не будет лишь немногократная мойка полов. В помещениях должны быть обязательно устройства для обеззараживания воздуха, так называемые рециркуляторы. К сожалению, их здесь не оказалось. Предпринимателей ждет штраф. Это специальные рециркуляторы воздуха, которые могут работать в присутствии людей при использовании ультрафиолетовых ламп. Потому что ультрафиолет, он очень хорошо и эффективно борется со всеми вирусами, в том числе с коронавирусом. Как они объясняют их отцены? А тем, что они подразделения федеральной структуры ОТАНДР, то, что они довели до сведения своего руководства данную проблему. И ожидают, что в скором времени централизованно получат это оборудование и установят. Не были оборудованы торговые залы обеззараживателями воздуха и в следующем магазине, который посетила рабочая группа. Предприниматели сослались на то, что они не были в курсе новых требований Роспотребнадзора. Находится в пункте 4.4 Санпин по профилактике коронавирусной инфекции. Это когда было? Это было в постановлении главного государственного санитарного врача. Ну а вы можете нам просто сказать, какой срок нам установить? Мы установим. Ну, сейчас и написано. Подобные рейды сотрудники различных ведомств проводят регулярно. Многие предприниматели подходят ответственно к соблюдению необходимых мер, понимая, что так они могут сохранить не только свое здоровье и жизнь, но и обезопасить своих клиентов. Но находятся торговцы, которые пренебрегают всеми правилами. С сентября 2020 года в Черкесске различные нарушения выявлены в порядка 90 предприятиях. По ним составлены акты и переданы в управление Роспотребнадзора по Карачао-Черкесии для принятия дальнейшего решения. В полной мере о безопасности своих клиентов не позаботились в некоторых магазинах пятерочки, магнита, склады заморозки и так далее. Рабочие группы в скором времени вновь посетят эти и другие торговые объекты, дабы проконтролировать исполнение требований Роспотребнадзора. Ратима Куршева, Андрей Дорошенко. Итоги недели.